Инна Тихович, ну вот послушайте, вопрос такой, изначально же вы принимаете людей по каким-то критериям, там оцениваете людей, ну почему, если, откуда вообще взялись эти люди, если у вас... Я еще раз, слово повторяю, слово. Вот человек, он верит, ходит, молится, в нем нет никакого огня. Я сейчас перебью, откуда он взялся у вас, откуда он взялся, зачем вы его приняли? Вот приехал, потеряя вкус Красноярского края. Ну а зачем, а зачем вы его приняли в общину? Основания не принять нету. У нас основание какое, что не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Он показывает, да, он не пьет и не курит, но что матерится, то он не сказал. Мы проверить-то его не можем. Мы это заметим, когда он уже принятый. Другой точно так же, у него все сходится, мы его принимаем. А у него вшитая ампула от алкоголя. Он окремался, женился на нашей прихожанке. Работник отличный, замечательно. Ну а дальше он раз свой дом, а жил-то в чужом, свой построил сам, своими руками. Дальше начинает куролесить, начинает пить. Ему отказывают, собирают собрание и говорят, ты должен выехать отсюда. Он выезжает с ней, теперь пьет там, в другой области. Что не так-то? Я батюшке говорю, батюшка, это человек, не готов к окрещению. Он говорит, уже три года прошло. Он не пьет, это другой, о другом, который из Красноярского края. Он не нарушает ничего. Все, все должны быть как ты. У меня, скажи, какие основания не допускать его до крещения? Никакого основания нет. Он исповедует веру, считает веру и молитвы, ходит в храм без пропуска. Его принимают. Его преподают в крещение. Но я вижу, что он не рожден свыше. Но основания того, что Игнатий видит, и не крестить, такого основания-то нету. И батюшка прав. Вот история, как они попадают, так и попадают. Как Иуда попал ко Христу? Чего удивляться-то? Вот сам Бог, еще он не досмотрел маленько. А как Диатреф попал? Иоанн пишет. Он говорит, не принимает нас, и кто нас принимает, изгоняет. Второе послание Евангелиста Иоанна, считаем. Как он Диатреф оказался? А как пишет теперь Павел? Многие стали, как враги Креста Христова. Диадений два, многие. Как? Это жизнь. Вот Савва священный, у него монастырь. Он основатель монастыря. Он основатель. Он пишет устав. Приходят. По уставу все. Оставили жену, оставили детей, они пришли. Дальше начинается ропот. Они с чем-то недовольны. Это у Пахомия было. Это было у Златоуста, у Василия Великого, у Григория Богослова. И они объединяются вместе против него 78 монахов. Это не два человека. И они его с керками, с лопатами, с топорами, с ломами ждут на дороге убить. Монахи. Я всю биографию не буду рассказывать, чем это закончилось. Наконец они решают отделить, создать новую общину. А у них ничего нет. И он тогда составляет целый караван и посылает им пшеницу, там, мед, масло. Они увидели, а этот лицемер, парисяй, смотри, что посылает. А все принимают. Идут к патриарху. И не к кому-то на суд. А к патриарху, Иоанну Златоусту. Один вопрос задали. Кто основал монастырь? Ну кто? Савва. Ну а кто собрал туда людей? Вы его собирали сюда или он вас? Ну он нас. Так идите отсюда. Хватило у него составить план, собрать вас. Хватит ума и руководить. Они об этом не остановились. Они сразу замыслили убить его. Так это что, один? А смотри, у Мартина. Монахи заложили яд. Яд. В просвору. Но прилетел ворон и унес в пустыню. Это же не Уяна Златоуста. Оставляет самого хорошего митрополита Север. Одного. Сам поехал в командировку. Приезжает, он заперся, его не пускает. А ты, говорит, неизвержен. Он провел в это время свой Майдан. Так это же... Это его... Да, его. И главное, против Златоуста поднимутся тех, которых он сам проверял и рукополагал. Из них будет 400 священников, которых он сам потом запретил в служении, как совершенно неугодных. Почему? Дьявол борется с Богом в поле битвы сердца людей. Если бы у нас было спокойно, не было, мы бы сказали, как так? В мире такого не бывает. Значит, вас сатана не трогает. Значит, сатана вас принял, не принимает. Люди, которые ушли, они могли здесь быть. А они никуда не уходят, если приходят в московскую патриархию. А куда? Там проходной двор. Улица. Там уходить некуда, приходить некуда. Здесь конкретно правило. Его нету. Вот он нормальный человек. Ему сказали, ты в милиции работаешь, тебе убивать там нельзя будет. Ну, я, говорит, на административной работе. Но воскресенья его нет. Спрашиваем, а почему-то Анатолий не был. Там рядом московской патриархии. Храм-то его пошел. Жена ушла, я с ребятишками был. А куда жена ушла? Неверующая. Куда она ушла? Он приходит в воскресенье следующее. Потом два воскресенья опять не приходит. Приходит к нему на дом нашу. Послали братьев здесь. Он да где-то патриархию его отыскать. А патриарх об этом и сетует, что никого не ищут священники. Пришли, он лежит на диване и смотрит телевизор. Вопрос стоит об его исключении. Правило каноническое. Пропустивший без причины уважительные два-три воскресных богослужения извергается из церкви. Что мы сделали не так? Это человек, над ним трудились. Понимаешь, это каждому индивидуально. Вот она студентка. Учится нормально, ходит на занятия, уверовала. Она исповедует, но в ней не видно настоящего огня. Но перед тем, как завтра крестить, накануне собирается церковно-приходской совет. Это 10 человек. Но 10 человек это не 2. И все ее спрашивают, задают вопросы. Кроме того, вот эти, ее не принимали, кажется, 3 года. У нее 2 поручителя, которые с ней работали. Она отвечает на все правильно. Начинаем голосовать. Голосует 6-4 против, 4 за. Да, нанесем батюшке. Это наше совещание носит рекомендательный характер. Батюшка самостоятельно принимает решение. Но он еще ни разу не пошел вопреки нашего совета. Но он спрашивает, а почему так сделали? Она очень хорошая. Она хорошая. Приезжает хорошая тем, что у матушки помогает. Там ходит в огороде и все. Красавица. Батюшка делает задание нам, дает. Так, сегодня члены церковно-приходского совета напишите в писанном виде, почему вы проголосовали против и которые за. Чтобы тебя рядом не было. Я прихожу, объявляю, выходной день. Берите бумагу, карандаш, уходите в степь, в разные стороны, друг с другом не сообщайтесь. В обед придете, принесете бумаги. А сам ушел на свою работу. Они принесли все эти бумаги, мать несли батюшке. Все поврось, меня там не было. Все. И ее не допустили. Не допустили. Проходит год, она снова подает. Ее принимают. И она говорит, как хорошо, что вы меня не приняли. Я была не готова. А она говорит, ну, с ней познакомился старообрядец, у которых есть священство. Из другого города. Приходит за советом, ну, верующий, там священство есть. Полюбили друг друга, говорят. Как это проверять-то? Мы даем ей характеристику, что она не на отлучении. Ты меня слышишь, Сергей? Да, да. Она уходит туда. Мы ее отдали. Мы сами ее отдали, зная, что они против нас. Но мы поперех не стали. Это еще тоталитарная секта? За каждое слово люди будут отвечать. Какой свободы у нас? Ни у сектантов, ни у кого нет. И никогда не было. Наши люди ходят свободно к баптистам, к адвентистам. В любое воскресенье могут пойти к мусульманам, к католикам. Какую сейчас свободу надо? Свободу греха? А этого нет. И вот она теперь там, мы только наказали. Ты крещена в полном погружении. Не надо. Они не крестят, а помазывают. Потому что они не признают ее благодатность. Ну смотри, сама мы запрещать не можем, но мы не советуем. Ты можешь похулить Духа Святого. На что она соглашается? Мы теряем с ней связь. Но на одном из гетто-собраний старая блядь еще что-то такое завернул, что она встала и ушла, но еще свадьбы не было. И она отошла от него и к нам не вернулась. А ушла в мир. Так она ушла в мир-то не от нас. Мы отпустили ее с миром. И она выходит за неверующего замуж. И все остальное понятно как. Она полностью сделалась мирская. Ну и по порядку рассмотри, какая наша вина. Она ходила на занятия. Ее проверяли. Момент оглашения был 3 года. Все по правилам было. Но, вот если бы мы были как старобрядцы, сказали, у старобрядцев нет спасения. Все, она бы никуда не ушла и была бы с нами по сегодняшний день. Но мы этого говорить не можем. У них законное священство. Сватывается из московской патриархии. Мы ни разу ни одного не задержали. Они уходят и пропадают. Почему? Она не может там идти. Ей сразу говорят, платок сними. Так не подвязывайся. Она соблюдает. Да бросьте вы фанатики. Это у Игнатия придумали тоталитарная секта. Не надо. Посты там первая неделя, последняя там. То есть они сразу ее развращают. Они научили ее танцевать. А мы на нее влияние уже не имеем. Мы ее отдали. Отдали своими руками. Если бы мы были такие, как Агафангел. Машковский, там другие говорили. Московская патриархия, бразь. Поганое болото. Там нет святости. Там Дух Святой давно покинул. Это сборище нечестивых, руководимых сатаною. Все люди были бы с нами. Приобретали. Мы этого сказать не можем. Мы говорим. Московская патриархия имеет благодать. Мы не можем. И поэтому мы нигде неприемлемые. Нигде. Только за одно это правило. И мы им отдали не два, не три человека, как старобрядцам. А речь идет о десятках. Мы только уменьшаться можем. А к себе от старобрядцев один к нам пристал. Пристал. Андрей звать. Входит. Подает заявление. Проверяем. Там полное погружение. Крестят. Все как надо. Ну, он такой, видно, что мертвый. Староверт настоящий. Мы ему говорим, что переходить тебе не надо. Вот представьте, к нам пришел. А он, оказывается, усмотрел у нас одну незамужнюю. А у самой девки большие. Жена его узнала. Она оделась по форме. Она ходит за своим Андрюшей. Теперь следит. Но мы ей говорим, что да, мы все это знаем. Мы его вызвали. Ее вызвали и сказали. Этого быть не может. У него живая жена. Но они же не венчаны. А нас это не касается. У него дети. Они живут дома. И он работник хороший. И она отличный работник-строитель. Он пишет новое заявление. Проходит 2-3 года. Мы пишем письмо. Старообрященскому священнику. О его прихожанине. И говорим, мы его не принимаем. Чтобы они его приняли. И он уходит обратно. Да такого никто не делает. Таких идиотов, как мы, нет. К нам люди приходят, а мы их отталкиваем. Вы до конца не знаете, как мы работаем. Мы работаем на уничтожение самих себя. Почему? Потому что мы положение так приняли, что спасения в нас не полагаем. А доверяемся Христу и свободе данной во Христе. Вот как. Но еще сделали не так. Вот если бы ей сказали, ты с ним не встречайся. Он тебе изменил. Он тоже был член нашей общины. У нее был бы один ребенок, она с ним была. После этого она идет к нему. Мы не можем запретить. Она его простила. Блудника. То есть прелюбодея. Он травит все против. Я говорю, он будет отнимать детей. Я его люблю. Ну любит. Она по сегодняшний день, Харийская, у нас член общины. Но он разрушает детей. Ребенок подрастает. А он день и ночь их травит. И никого нету. Это все перед Богом. Бог взвесит. А вы переживайте. Это внутреннее. Но главное, мы не встали свободе человека поперек. Нигде. Это уж к слову пришлось сказать. И именно вот так. Родители пополам. А где вместе? Отец и мать. Члены нашей общины. Дети здесь. Все до одного. Это и так понятно. А вы могли бы детей настроить против родителей. Еще не стоило. Но мы этого сделать не можем. Мы на это не покушаемся никогда. А если бы они ушли в мусульманство? Божья воля. У него есть отец и мать. Поэтому той свободой, которой у нас пользуются люди, нигде не пользуются. Если перешли за рубежную церковь, в московскую патриархию порог нельзя переступить. Это все равно, что к дьяволу. А мы наоборот. Батюшка объявляет. Меня не будет в это воскресенье. А среди недели будет воздвижение или там где-то. Так у кого какой храм близкий в московской патриархии? Идите туда. Да никто так не работает. А другой говорит, а у нас старая Брящевская рядом. Ну идите туда. Только там не участвуйте ни в чем. И все. У нас люди свободные растут. Их мало. Они свободные. Они уходят. Они свободные. И нас больше всего обвиняют. У вас нет свободы. Потому что это то место, которым мы давим сатану душу, сокрушаем. И поэтому он поднимает всех. Управление сознанием, судником. Я считаю и вижу. Моя работа угодно Богу. Поэтому враг лютует именно в этом направлении. Вот и все. Вы вот, Игнатий, сделайте колонки, пожалуйста, потише. А то там эхо отдает. Вы вот имеете, все-таки, видите ситуацию и должны иметь такой анализ. Как вы считаете, вот останется после вас вот этот дух, все, ну, такой дух вот останется, без вас вот сохраняется общий. А он не только останется, он умноженный. И это я получаю свидетельство с разных сторон. Отовсюду. Но это люди в разных городах. В разных странах. Наш посев весьма обширен. Почему? Свобода. И более радостных, свободных, всем для всех почти, больше нигде я не встречал. Почему? Здесь работа. И что напрасно наш труд будет, это неправда. Это не может быть. Сей доброе семя всегда. Пожнешь, что посеял тогда. День жатвы придет, не замедлит. Пожнешь, что посеял тогда. У баптистов поют. Вот и все. Это же самое важное, вот чтобы остался вот этот огонь влюбленный. А это не наша забота. Не наша. Сеющий, поливающий ничто. Нуль. В ноль. А все Бог возвращающий. И вот у нас как раз это и есть. Женщина вот спрашивает одна. Христос сказал, исследуйте Писание. Что под этим он подразумевал? Так. Я не понял. Еще раз. Исследуйте Писание, Христос сказал. Исследуйте Писание? Да. Мы исследуем, мы занимаемся. Ну, а вот, к примеру, возьмем первые века. Как люди могли исследовать Писание, если некому было подсказать? Володя, я не могу слова слепить. Пора поврось, их слышу. Еще раз, повтори-ка. Повтори себе. Что вообще подразумевается по тем, как нужно исследовать Писание, и как человеку исследовать Писание, если у него спросить не у кого? Как человеку исследовать Писание, когда у него спросить не у кого? Как нету? Так мы же его привязали к канонам церкви, селемским соборам, святым отцам. Как нету? Я-то тут совсем никак. Я за ширмой стою. И у меня просьба ко всем, чтобы на занятиях, в университетах, чтобы мое имя даже не поминали. Вы обращены к Христу. Ко Христу отвечаете. Главное, передед, Святая Библия. Дальше, толкование святых отцов. Не играйте. Есть человек, он немощный, можно сказать, парализованный. И ему не с кем общаться, он хочет очень исследовать Писание. Как ему исследовать Писание? И вот это я и ответил уже. Ему исследовать Писание, которое, говорит, иных брал учителями. Вот все, на этом пусть остановится. И теперь к этим учителям обращается, к вселенским поместным соборам мы оказались. У нас есть форум, сайт, видеоролики. Все это размножено. Кому надо, сами люди себе это снимают. Толкование. Толкование надо брать в руки, читать. Да, бери, читай. Блаженного Фепелакта. Я издал книги, распространяю, дарю. Больше ничего нельзя сделать. У меня спрашивают, а можно что-то еще больше вашего сделать? Не знаю. Если бы я знал, сделал. Это все было непросто. Потому что я издам сам Блаженного Фепелакта во трех томбик-то. Я бы посчитал, человек говорит, не понимая, что он говорит. Я что имею, то даю, другого не могу дать. Я не учитель. Повторяю, я сижу у ног Христа. И поэтому бьют. А, вот он. Управление сознанием. Вот он. Я вижу, что раз тут они нападают, это, значит, самое сильное место, которое против сатаны. Я никого не привязываю. И нам говорят, даже архиерея у нас говорила, это вот Игнатий в ущении. Архиерею задали. Какое Игнатий в ущении? Мы хотим знать, потому что давно уже вместе с ним. Он не может это сказать. Но Игнатий говорит, что нужно полное погружение троекратно. Это Игнатий в ущении или апостольское 50-е правило? Или Кирилл Ужасалимский говорит, я собрал вместе и дал. Выступаю по радио. Пошли сотни звонков. Настоятель сидит и буквально с рыданием мне говорит, Игнатий, что вы наделали? Со всех сторон звонит. Да никто бы не знал, как мы крестить, если бы не открыли. Моя задача открыть. А он не приведет. Повторяю. Для меня эпиграфом Матфея 22 глава. Еще раз пересчитайте ее. Матфея 22. Когда посылает звать на брачный пир. Не работать. Не виноградники, которые нанимаются. Прийти, одеться и сидеть, и пить, и гулять. Вот одному разбили голову, второму, третьему. Я выполняю эту миссию, я зову. А они не пришли. Они вернулись и говорят, Господи, никто не пошел. Но теперь будем говорить, что плохой хозяин. Плохое застолье. Что они имеют против сына, которого не надо женить. Или что они имеют? Почему они не пришли? Ответа нигде нет. Злоба. Вот это я делаю. Я зову, а они не идут. Моя награда выше. Я златоуст говорит. Вот я говорю, свидетельствую. И никто не пришел. Это самая высшая награда. А если кто обратится? Кто бы ни обратился, внутри себя я имею внутреннее удовлетворение. Внутреннее. И это означает, что я счастье награды получил здесь, на земле. Он говорит, ладно, пусть моя награда будет на небе меньше. Только обратитесь. Это Златовы смог сказать так. Я работаю с полной отдачей. На 100%. Не на 99%. Больше я сделать еще не могу. Больным не лежал ни одного дня. Мне делают операцию. Я лежу в краевой больнице. А врач этот, который на занятиях сидит в черном монете, ведет занятия. Это Виктор Андреевич Яковлев. Он врач в краевой больнице. Люди собираются в университете. Ведут занятия. Выходит Ритяков. Кто-то может. Люди звонят по телефону. А сегодня кто будет вести занятия? Игнатий Тихонович будет? Да нет, он лежит в больнице. Мне операцию сделали. Меня краном сняли с крыши. Я строитель. Я ложусь в больницу, когда мне на каталки только приедут. Раньше я не лягу. И они говорят, кто будет вести занятия? А зачем спрашивать? Это мы же ведем по книге. Книга-то книга, это живой человек. И он тогда приезжает. Заранее мою одежду, потому что гардеробная наночь закрыта. А достает одежду. Он врач. Он имеет возможность. И меня забирает, подгоняет в машину. Меня увозят на занятия. Я провожу, меня сажают и опять в больницу на койку ложусь. Но люди привыкли к этому. Я ничего не могу сделать. Это новые люди. У него вопросы. На занятия он пришел ради вопросов. Но тех, которые ведут, они не могут их ответить. Книг не было. Я не издавал. Сейчас это 4124 вопроса я отвечаю. Сейчас проще. Сейчас видеоролики. Тогда этого ничего не было. И люди приходят, они ко мне не привязаны. Но они знают, что они уже два раза были, получили ответ. Они прозвали с тобой других людей. Я не могу ломать авторитет и говорить, если вы из-за меня приходите, не приходите больше. Я не могу. Потому что я их на каждом занятии привязываю к святым отцам. Но пока у него лишние вопросы. Лишние. Которые надо ответить. Согласно Слову Божию. И когда говорят, там Лапкинская, Игнатия, учения, еще ни один человек не показал это учение. А его нету. Андрей Куяев это знает. Когда он выступает и говорит, он ничего своего не приводит. У него там феноменальная память. Он приводит Библию. И главное, и святых отцов, и каноны. Мы, говорит, это упустили. А он все высветил. Там целые пласты. Пласты. Там о мощах и прочее. И просто так, на кривой кобыле, говорит, не обедешь. Андрей Кураев, это титанический разум. Он это увидел, а другие этого не увидели. Я к себе-то не зову. И в общем, у нас запрет звать. Везде повторяется. Где бы вы ни проповедовали. Люди. А как к вам попасть? А к нам нельзя попасть. В общину Игнатия Лапкина попасть, говорит, нисколько не легче, чем в отряд космонавтов. Зачем вы это писали? Ну вот человек звонит мне. Вот он сейчас, в настоящее время. Я говорю, откуда вы звоните? Да я у Бокровского собора здесь вот вышел, о вас спрашивал. И тот-то дал ему священник, и мой дай телефон. Что? Я хочу к вам на занятия эти. Я говорю, сейчас мы не в университете, на дому ведем. Ну вот я хочу к вам. Я говорю, не надо. Вот сейчас Знаменский собор, прямо на площади Спартака, это центр города. Там идут занятия. Александр Абрашкин ведет, хороший батюшка. Да я был, мне не нравится. Ну идите в епархию. Епархия там, у них все есть. Там хорошие батюшки, катехизаторский отдел. Он не идет туда, он ко мне звонит. Это меня уже настораживает. Я говорю, книги наши можно приобрести, если желаете там-то. Мне нужно живое общение с вами. Ну задавайте вопрос. Ему не это надо. Я еще больше подозреваю его. Я говорю, больше не звоните. Он снова звонит. А я думаю, что может быть рядом сидит священник и слушает его. Что же Игнатий скажет? А я отсылаю всех в патриархию. Я отсылаю в катехизаторский отдел патриархийный. Он звонит третий раз, я ему запрещаю мне звонить. Идите, занимайтесь. И при том, такие звонки не один. Из других городов. Теперь нам легко отсылать в библиотеки. Он звонит. А вы к нам в Щебоксары заедете? Я был там. Зайдите в интернет и зарядите. Еще ваши Щебоксары. И стоит в национальной библиотеке директор. И она фотографирует и все книги на столе. У вас уже в Щебоксарах, я говорю, есть. Еще ваши. Вчера мне только пришло это. Я посланный. Моя задача не к себе звать, а на брачный сын к сыну. А где этот брачный пир? А если бы сказали, а я католик? Да, обращались ко мне католики. Я ни одному католику не сказал, переходи в православную церковь. Да православная приютная меня за это. Я говорю, церковь, она настоящая. Папа настоящий и благодатный. Но там тысячи искажений. Там ереси, там была инквизиция. Но ты будь светом. Работай там, просвещай и будь. Церковь настоящая Григориана Армянская. И у меня были такие рядом люди. Я ни одному, не только как Златоузкарский сказал, даже не помыслил, что ты уходи в православие. Я не зову никуда из других. Но если они ходят в православную церковь, то тебя стараются закрепить. Он говорит, да там мне крестят, полное погружение. Я узнаю где. Но добавляю, если вы были мощеные, ни в одном храме вас крестить не будут. От находки до Калининграда. Это могут сделать только у нас. А где-нибудь тайна, где-нибудь есть. Тайна, тайна, ночью, чтобы никто не знал. Иначе они его сразу голову снесут. Если он был мощен, это как будто мозги его вышибли. Как будто печать антихриста получил. Его к крестиному крещению уже ни под каким видом не допускают. Хотя батюшки, епископы, хорошие, за полное погружение. Но только за того, кто ни разу, нигде ладошкой его мокрой не хлопнули. Я не могу пойти к ним. Я должен людям сказать правду. Игнатий, по поводу погружения. У меня священник был один. И у нас с ним зашел разговор о крещении, о троекратном погружении. Я не смог ему доказать, что нужно троекратно погружать человека в воду. Он сказал, достаточно обливания. Как можно доказать священнику? Чем доказать, когда у нас все сказано? Если у вас нет, я вам сейчас скину в течение двух минут. Скинуть вам? Ну да. На нашем форуме, вы знаете, где вот, общий поезд, зарядите крещение. Там все материалы. Сто тридцать шесть свидетельств. Ну это я все знаю, но он не хочет слушать. Его не убеждают ни каноны, ничего такое его не убеждает. Какие доказательства-то? Никакого нету ему. Не надо искуситель. Отойди, перехрести его, отойди. Отойди от меня сатана. Он говорит просто шуканоны от человека и все. Ну ладно, все. Шестое Вселенский Собор, второе правило. Говорят, что трубы Духа Святого. Трубы Духа Святого. Он нет, он не православный. Он никакой. Он и Библию не знает. Я понимаю, которые правила отрицают сектам. У него нет этого. Он людей крестит. К нему люди приходят, и он крестит толпами людей. Ему сказать надо один раз. После первого-второго разумления отвращается. Это еретик. Полновесный, стопроцентный еретик. Если он каноны не признает. И может быть это давно антихрист подряд свой. Я думал, вы не знали. А что ему давать-то? Не бросайте жемчуга перед свиньями и псами. Просто и понятно. Вы конкретно скажите, я добавляю снова. Игнатий Вущений, где? Повторяю. За 51 год ни один не указал. Почему? Да его нету. Никак. Ну я не договорю, показываю недостатки. Для чего? Чтобы исправить. Вот я здесь, вот разбор ответов. Я разбираю, тогда был митрополит Кирилл Гундяев. Я разбираю, и вот там 62 вопроса. Ну может быть 63, не знаю. Я нашел 3,5 вопроса, которые ответил он правильно. Я беру ему вопрос, и вот имя, а потом мои комментарии. Все остальные он ответил неверно. А почему? Я знаю главные болезни. Трусость и корысть. Корысть и трусость. Это главное. А о возрождении там и речи нет. Это же дело и разбор патриарха Алексея Второго. Это же Адриана Старообрядческого митрополита. Это же Козлова Максима, который во главе комиссии ездил в Казань, там, в голубое лобби. За счет Андрей Кураев ухватился. Это же я разбираю Андрея Юрасова, этого, Амбросия Юрасова, Архимандрита. Один из самых знаменитых архимандритов в советское время. Ко мне он приезжал раз пять. Я разбираю его вопросы и ответы. Примерно 3-4% правильно отвечают, а остальные неправильно. То есть, это не проценты, а процентов 7, получается, на 50 человек, говорю. А вы признаете их благодатными? Конечно. Так они неправильно отвечают, за это ответят. Прежде чем вам так ответить, я сначала помолился. Ночью сегодня. И поэтому я отвечаю за свои слова перед Богом. Я никого никуда не зову, как только ко Христу. А если спрашивают где, открывать храм и прочее, я подскажу. Ехать к архиерею, я его признаю. А он мне это общее дает, а меня это не касается. Это моя награда. Конечно, я поступаю неправильно, как говорят, неадекватно. Я должен был ему врезать, а у меня на это есть все данные. Я могу сейчас перед всем миром разоблачить и показать. А это надо. Я должен показать. Патриарх Кирилл говорил правильно об образовании общего. Он правильно, Патриарх Алексей II, говорил о крещении. И нам нужно только поддержать и выполнить. А мне не надо поддерживать. Я это выполняю и показываю, приглашаю его в гости. Я разговариваю с ним, не в сгорбленном состоянии, а в прямом. Я обращаюсь к нему по его достоинству и подхожу под благословение. А я не знаю, за что привязать. Андрей Кураев говорит о мусульманах. Они талантливо-религиозно. Талантливо. То есть они не останавливаются на одном. Вот это слово талантливо-религиозно я встретил только у Андрея Кураева. Я не знаю, он сам сказал или нет. Я хочу, чтобы обо мне сказали, что я религиозно-талантливый. Почему? По моим трудам. Впервые за 900 лет. 900 это 9 столетий. Блаженный Афи Филак. Вышел он в таком состоянии, чтобы по-русски все было взято. Выделены основные места проповеди. И с комментариями 297 впервые. И впервые иллюстрированы. Впервые святое. Восемь параметров, по которым нашему трехтомнику нет равных. Здорово, здорово. Оригинально очень. Вот сейчас 4 дня молились по канону Андрея Критского. Мы его возвели. Это мне Господь позвали. На 3 ступени. Первая часть благодарения. Это прошение, помилуй меня Боже. Второе благодарение и третье словословие. 1200 лет примерно. За 1200 лет никто до этого не додумался. Никто. А как бы, не знаю. Я составил симфонию на житие святых. Почему? Я знал, что житие святых должны быть в помощь проповедникам. Они просят все. Это аполитичная книга. А за углом, конечно, я понимаю, они страшно забидуют. За 1500 лет никто этого не составил. А какой-то пигмей, который образования никакого не составил. Симфонию экономически составляли многие. Я их все давно и прочитал и сказал, все они не талантливые, не умелы, бездарны. И знал свою. И смело заявляю, лучше нашей нет в мире и не будет. Будет только если крупнее шрифт, больше бумагу истратить. Почему? Бог. Я покажу на каждое дело. Ответы вот такие на форуме, на сайте не создать никогда. Если вторая вещь сейчас появится, чтобы полностью, полностью отойти от себя и быть родителем в старообрященской семье, и уверовать среди пятидесятников, и не перейти туда, и работать среди патриархии. Вот только тогда можно так ответить. Архипелаг Гулах мог написать только Солженицын. Я это понимаю. Моего биография, она неподражаемая. Моя биография точно такая же. Ее нельзя создать. И поэтому на эту биографию Бог наложил мое понимание. А вы себя говорите. О ком я буду сейчас говорить? Я и говорю о том, что это выполнимо. Это так и есть. Вы говорите, а почему не прибывает, оно не может прибывать, потому что у нас ворота заперты. И во дворе с собой, чтобы никто не пришел. К нам нельзя попасть. Ну а как вы будете растения? Никак мы не можем расти. Только явно кто-то уверовал, приехал и стоит и просится. Мы ему отказали. Он в следующее воскресенье опять пришел, опять в ворота долбит. Мы его запустили, переговорили. Мы говорим, храмов много, иди туда. Нет. Я только с вами. Тогда выносят на общее обсуждение. Церковно-приходской совет. И тогда мы его принимаем. Легко попасть? Нелегко. Игнатий Тихонович, собирается епархиальное собрание, вот, хотят исследовать личность Игнатия Лапкина. Вот, вы, если у них будет приглашение такое, вы примете участие? Сразу, если только недалеко, конечно. Нет, по скайпу. По скайпу, да и хоть сейчас. Прямо сейчас, да, Грумин? Пожалуйста. Тут другое. Сергей Донин, батюшка, отец Сергей-то. И он говорит, у них там сейчас готовится обсуждение моей деятельности. Да. На епархии. Ну, я говорю, меня-то хоть как-то учтите. Но только во свете Библии. А та просьба. Меня разбирайте во свете Библии. Они, вот Андрей Кураев это ухватил. Никто Андрея не говорил. А Игнатию, говорит, наплевать, что там кто говорит. Написано в Библии, все на этом конец. И я ему завидую. Зачем он эти слова сказал? Вот эти слова, что я завидую Игнатию Лапкину, его необычайной свободе. Он не понимает Андрея, что он сказал. Он сказал то, что сейчас с ним происходит. Он должен быть свободен, как Игнатий. Он сказал слова, которые я услышал. Встал молиться и сразу сработало. Так что это от вас? Я так думаю. Я стал молиться, чтобы он завидует, чтобы этой зависти не было у него, чтобы он был такой же свободный. И он сразу же из академиков, из профессоров поперли отовсюду. Это ответ на молитву. Да, и слишком быстро его молитвы. Вы мне найдете человека, который молился бы целенаправленно, с пониманием дела, о том, чтобы Солженицын вернулся на родину за рубежа. А я молился каждый день. Многократно. И людей поднимал на это. Без веры раздавал работы бабушкам. 30 рублей печка. Я деньги не беру. Я говорю, 300 рублей рублями разменяю, кого в церкви подавай, проси, чтобы Александр вернулся домой. Он вернулся. Для тебя он просто вернулся. Нежеланный. А для меня любезный и близкий. А я так и не встретился с ним. Вы найдете мне того, кто за архипелагом ГУЛАГ отсидел срок. И теперь, кто целенаправленно молился о крушении тоталитарного режима, империи зла. Я молился и молился, и других понимал. Она рухнула. И они это сковать не будут. Я вот сейчас нашел в лице отца Дмитрия Смирнова, соратника по отношению к Ленину. Он говорит моими словами, что более отвратительной личности земля не рождала никогда. А меня за это судили. Говорить о том, много нас или мало, сегодня нельзя говорить. Вы встречаете, допустим, Михаил Кальмаев. Кемеровская епархия. Он один там ведет. Он заменяет меня полностью. Он работает сейчас, ну, каждый в Ютубе. Надо обрабатывать краткое содержание, допустим, собрания. На какой минуте, о чем мы говорим, потому что собрание разного, занятия. И он работает. Я обратился через пленку. И он просит. Вы слышали, как он обратился-то? Он слушал когда-то пленки, тогда катушки были. Да, я знаю. Ну вот. И наконец мы встретились. Он просится, я ему отказываю. А зачем? Он говорит, я опешил. Ну, как так? Я хочу. Ну, а зачем ехать? Не надо ко мне. Есть книги, считайте. Но он не... На этом не остановился. Он встал дальше. Наконец мы его разрешаем. Он уже приезжает не один. Он приезжает с сестрой Ниной Филонова. Она принимает крещение. Принимает крещение подруга его матери. Приезжает его мать. Эти люди не здесь. Так много нас. А если бы они были здесь, это приобретение с одной стороны. Но он работает с другими теперь. Это наши люди. Люди свободные. Вот представьте, мы с ним едем. Я брал в одну поездку его. Это очень тактичный человек. Я на него ссылался нашим братьям, которые ведут себя не столь тактично. И вот когда уже все где-то утихнут, а я что-то там копаюсь, он подойдет и на ухо мне. Брат Игнати, тихо, как я рад, что попал с вами. Как многому я научился. Он говорит и старается еще сказать так. Теперь, когда братья бывает что-то начнут не так. У меня дорогой было. Я говорю, скажите, был бы Михаил Кальмаев, он бы мог так говорить, как вы. Со мной разговаривать. Наверное, нет. Ну и все, больше ничего не надо. Понимаете? Вот это хамство ваше, оно отбрасывает вас намного дальше, чем вы приблизились. Я их смиряю. Вот у меня хорошие отношения. Я еду с ним, с одним. Он сидит рядом. Но завтра он поедет уже за шофера в самую длительную поездку мою. Я знаю, у него отношения с одним человеком не совсем хорошие. Я теперь думаю, как его уловать дорогой, чтобы пока он не приехал, отношения наладились. И не кто-то от тещи. А у меня все еще отношения-то тоже натянутые. Почему? Потому что она отличный врач. Там два заведения с красными дипломами. И работала она в милиции. У нее такой на все пуговки застегнутый мундир. И у меня вот прекрасные с ней отношения. Я его подбиваю. Сейчас, ты перед ней не прав, вот эта обстановка была, не прав. Вот здесь ты мог ей сказать так? Позвони по телефону, скажи, мама, мама, я на колядях стою перед тобой. Прости меня, чтобы я вернусь, было и другое отношение. Я к этому не готов. Значит, что нужно, в кревец валить, чтобы готов был? Я больше отношений с ним. Но теперь отношения его с тобой хорошие. Он вчера первым делом ко мне приехал. Привез свидетельство, метрики на свою Агафью. Я уже выставил его. Вы видели. Я об этой Агафьи, об именах буду говорить в это воскресенье, то есть послезавтра, если Бог позволит. Я больше отношений на пустом месте. Почему? Потому что я смотрю вдаль. Меня Бог так научил не искать своего. Да, чудный вы человек и триумф ваш еще впереди. Я думаю, вас ждут великие дела еще. И поэтому говорить, вот такие это люди, а представьте, эти люди не наши общины, а это архимандриты, игумены с разных сторон звонят. Там с Америки, с Австралии. И я ваш ученик. Вы меня родили духовно. А я и знать про это не знаю. Я говорю, вот тебе папа. Я и знать не знал. Не стой, Шарикова. Папаша. Спрашивает-то вопросы, которые не могут разрешить там. А уж сколько людей, которые просят помолиться, один Бог только знает. Буквально переполнено. Но говоря им, что я буду молиться, я говорю, сразу становитесь вы на молитву. Эти люди просят книги. Мы отсылаем. Эти люди нашего круга уже. И ни одному я не сказал, идите куда-то. Я всех до единого направляю в храм Московской Патриархии. И вот когда меня не будет, и люди это услышат и узнают, то скажут, ну неужели 100% идиотов собрал из Патриархии, которые гнали Игнатия, не понимали, что для этого трудятся. Они не сами себя говорят. Это Бог их допускает. Они плетут и мне венец. Только из всего. А как вы к ним относитесь? Молюсь, молюсь. Молюсь и благодарю. Это награда моя, что я тружусь для Патриархии, для Бога, для Христа. А от них самое большое гонение. Проклятие. Анафема. Я так радуюсь. Радуюсь за вас очень. Просто я вижу на глазах, как меняется ситуация, отношение к вам меняется. Ну хотя возьмем одну. У меня один знакомый в одном городе. Его зовут Сергей Кодлов. Я только ему хотел вопрос один задать. Когда вы встретитесь, спросите его. Скажи, ваши отношения с домашними не ухудшились, когда вы стали с Игнатьем знать? Если ухудшились, постарайся узнать, в чем. Игнатий обещает сделать все, чтобы отношения были хорошие. Да нет, у него отношения отличные. Ну вот и все. Вот вы к нему обратитесь. Скажите, вот сколько вы уже знаете, почему вы решились ему помогать так? Где-то обманули вас или что-то. Я говорю, у меня тут один знакомый, близкий. А другой ему говорит, тут с Игнатьем близкий. Ну подожди, пройдет время, он тобой воспользуется и за борт тебя выбросит. Ну проходит пять лет, он все ближе. Наконец полностью мы одни. Его вида на занятиях сидит. Такой, самый боевой. И вот ему говорит, а другой брат, ну подожди, он говорит, сколько ждать-то уже? Уже 11 лет живу на его квартире бесплатно. 11 лет. Теперь уже 14-й год, и Игнатий живу на квартире без копейки. Без копейки. Еще я буду ждать, когда ему уже на 70 лет. Кого ждать-то? Ясно, что ждать. Тут тоже надо, наверное, переформатировать мою программу. Значит, неправду о нем говорили. А меня это не касается. Я вас, братья, всех, люблю. И почему именно вам Бог дал это? Потому что я с детства был боец. Поэтому Бог на меня возложил это время, которое другим будет непосильным. Для всех сделать со всем. Не искать награды, не искать похвалы. Я вызываю такую ненависть по отношению к себе во много раз больше, чем Невзоров и другие, вместе взятые. На него выступил, Щаплин отошел. А я разобрал нападение Щаплина на Андрея Кураева. Вы не думайте, что Щаплин сейчас меня будет искать и целовать. Если Андрей Кураев говорит, что Игнатий обо мне столько говорит, по всем кочкам меня пронес. А я пояснил, 120 раз я упоминаю в книгах о нем, и неположительно. Пойми, какой этот Андрей Кураев. Какой он хороший, в данном случае. Он не обиделся, а говорит обо мне самые возвышенные слова. Это не то, что мне нравится. Он так видит. Игнатий Тихович, ну давайте, я в общем по форуму, я сегодня уже вопрос там буду решать, и чтобы исправить форум, я думаю, на дне все сделаем. Значит, форум меня интересует, чтобы я легко вставлял, чтобы я мог увеличивать буквы, делать жирно, вставлять фотографии. Ну то есть, как работаю, а такие предварительные какие-то открыли, посмотри, как я вставлял, при том 10 фотографий, при том быстро вставлять. Я только вставил, вставил, давнул, вставил, давнул. То есть, вернуть к этому. Форум нужно выпадать. И потом, во втором месте, это, конечно, работа в пейджмейкере. У меня книги все в пейджмейкере, и чтобы я мог выйти на принтер. Но это вам не сделать. Не сделать. Надо как-то с ними, с ребятами. Вместе. Ну, я звонил Виктору. Я ему вчера звонил. Он точно придет. В воскресенье обязательно придет. Вам надо поближе познакомиться и звонить Алексею Загуляеву. Он самый первый, кто работает со мной. А вы ему дайте знать, и мы познакомимся. Ладно. Я его телефон бы дал вам, или как. Я не знаю. Это он не выходит в эфир здесь. Его как-то надо вытащить. Ну, скайп есть у него? Я не знаю. Наверное, есть скайп. Поискать надо. Он как-то... Нет, не выходил. Я посмотрю. Я ему скажу. Это программист. Он по возрасту, самый старый. И он все бланки готовил, печати и прочее. Ну, мне тоже надо тогда с ним познакомиться. Это вторая единица. Вторая. По принтерам он работал. Но тут и по зубам оказалось. Мне нужно, когда я вскрываю старый какой-то там бланк, или что-то, ну, мое обращение на бланки, я удаляю не нужно, а новый пакет в ордене написан, и вставляю туда. Оно не вставляет. Я перехожу на Володин компьютер, там вставляю, потом опять несу сюда. А сейчас и этого сделать нельзя. Все исправим, все сделаем. Все. С Богом отошел, да? Да, все, с Богом. Да благослови тебя, Господь. Не обиделся ты, не за счет? Да, не избавь Бог. Ну, смотри только, я каждому наказываю. До очереди, чтобы нас не разделили. До очереди. Если такова, что при расставании высказали мне все обиды несправедливости, которые я вам нанес. Нет, такого быть не может. Потому что, видите, кое-что требует пояснения, слова, я закрываю, а я говорю открыто все. В этой свободе люди не привыкли ни работать, ни рождаться. Я не раб людей. Павел говорит, если бы я углаждал людям, не был бы рабом Христом. Это несовместимо. И мне Бог это открыл с первого дня. Я не дерзю, ни-ка, зачем я дерзить буду? А вы не покоряетесь. Не покоряюсь, потому что не по Слову Божию. Вчера один вышел с Майдана на меня. Вы все не знаете, вы говорите, бесноватые там, я не стал отвечать, да, бесноватые, те и другие. Они не знают Христа. Я ни за Майдан, ни против. Я за то, что все это разрешалось по-другому. Вот эти варианты, которые сегодня на Майдане, это все разыгралось там, за кулисой. Это массовый делай. Но они не проигрывают один вариант христианский, евангельский прощения. А вы бы простили, ну, родителей, да, преследовали. Да, и Мукович не такой там. Мы молились, Бог убрал его, он умер дорогой там. Не знаем мы, этого нельзя желать-то ему. А сейчас рисует он в гробу, лежит и над ним речит. То есть такие курительные просто идут на нем. Я говорю одно, познать волю Божию нам не дано, с терпением будем переносить. Бог говорит, да, вы хуже правителя не нашлось. Вы ничего не выгодили. У них сейчас полный крах финансовый. Нечем пенсии выдавать. Люди, пенсионеры, ничего не имеют. Но от Бога это вы хотели, получили. С Богом. С Богом. Продолжение следует...